Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о богатых людях. И о том, для чего копят они свои капиталы. Если спросить у кого-нибудь из них, зачем им столько денег, то ответ будет примерно такой. Это для того, чтобы обеспечить и себя, и детей, и внуков. Пусть не заботятся ни о чем. Всего у них будет в избытке. Даже работать им не придется. Напрашивается логичный вывод. Современных богачей пугает труд. На него смотрят они, как на какую-то тяжелую ношу. И потому всячески пытаются от нее освободиться. Я не случайно заострил ваше внимание именно на современных толстосумах. Ведь богатые люди были всегда, но не всегда бежали они от труда. Напротив, многие из них считали простую крестьянскую работу весьма даже благородной. И вот вам разительный пример. На мгновение мы с вами перенесемся в VIII век по Рождестве Христовым в империю Карла Великого, короля Франков. Это был очень могущественный монарх. Почти вся западная Европа склонилась под его скипетр. Но однажды, отпразднував очередную победу, он призвал к себе своих детей. Пришли они к нему в дорогих одеждах с золотыми перстнями на руках. Усадил он их вокруг себя и начал речь. «Дети мои», — сказал он им, не скрывая волнения, — «как видите, всемогущий бог возвысил меня над соседними государствами. И пока жив я, думаю, что удержу бразды правления. Но не случайно каждый день читаю я священное писание. Есть в нем такие слова. «Бог есть судья, одного смиряет он, а другого возносит». Не ведаю, за какие добрые дела так вознес он меня ныне. Но завтра все может измениться. Найдется кто-то более достойный, чем я. И Бог усадит его на мой трон. Тогда не останетесь вы в королевском дворце. Но чтобы не просить вам милостыню и не стоять бесцельно у дверей вельмож, вот вам мой совет. Если питаете ко мне уважение, то не будьте глухи и к моим словам. Сыновья мои, вы молоды и крепки силою. А посему, доколе есть время, учитесь какому-нибудь ремеслу. Тому, что в чести у простого народа. Освойте дело кавачей меди или кожевников. Этот труд всегда пригодится. А ты, любезнейшая дочь моя, садись за прялку. Учись выпредать шерсть. Тебе будут мешать твои драгоценные браслеты. Отложи их на время, чтобы не потерять навсегда. С таким необычным увещанием обратился державный монарх к своим детям. И те, без единого слова, повиновались ему. Освоили разные ремесла, кому что нравилось. И настолько сблизились с народом, что без труда правили еще многие годы. А вот и второй пример, не менее поучительный. Великий сербский правитель король Урош искал невесту для своего сына. Было это в XIII веке. Услышав об этом, византийский император послал ко двору короля свою дочь в сопровождении многочисленной прислуги. Вышел король Урош навстречу высоким гостям и был буквально ослеплен обилием золота и дорогих камней не только на самой принцессе, но и на ее свите. Король всех щедро угостил и одарил. Но так и не дал согласия на завидный, как казалось, брак. Почему? Как вы думаете? Об этом он поведал одному из византийских вельмож. Хороша дочь императора, – раскликнул он, – и видом прекрасна, и ума, наверное, не лишена. Но вот только к чему все эти безумные украшения? Не привыкли мы к такой жизни. Затем подошел он к окну и позвал с двора одну из сербских принцесс. В какой же одежде предстала она высокому византийскому гостю? В простом домотканном платье и в совсем недорогом девичьем венце. А что же было у нее в руках? Деревянное веретено, с которым она почти не расставалась. – Вот в какой одежде берем мы с ног себе в дом, – сказал король. – А к вашей принцессе я даже не знаю, с какой стороны подойти. Как видите, друзья, державные монархи не гнушались простыми ремеслами и сельскими работами. Любовь к труду воспитывали они в своих детях с малых лет. Потому и дети у них вырастали не только послушными и умелыми, но и весьма разумными и терпеливыми. Ведь без разума и терпения монарх не сможет управлять государством. И все-таки нужен ли труд тем состоятельным людям, которые, как говорят, уже давно себя обеспечили? – Безусловно, да. В Священном Писании есть такие слова. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. А попробуй-ка, не поешь день-другой. Будешь ценить и краюху хлеба. Кроме того, и само богатство не вечно. Что-то вдруг изменится, и оно пойдет прахом. Но важно то, чтобы вместе с богатством не пропал и сам человек. А чтобы не пропасть, нужно иметь навыки к работе. К чему же мы пришли? К тому, что труд – это великое благо. В нем каждый из нас проявляет свой талант, данный Богом. А потому будем трудиться на совесть. И мы почувствуем себя действительно счастливыми. И да хранит вас Господь.